приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы две недели назад мы говорили о том что нужно срочно опрыскивать наши томаты именно опрыскивать кальциевые селитры ну а мы работаем органическим кальцием это практически то же самое и мы говорили о том что мы используем именно кальций органический в размере 15 миллилитров на 10 литров воды и дали вам рекомендацию проводить опрыскивание тоже разводить кальциевые селитры она также работает и в 10 литрах 10 граммов кальциевой селитры вот прошло две недели и я все время просматриваю кстати это было вот эти томаты были на втором ярусе то есть на второй кисти была первая была вот нормальная тут уже остатки вот и на второй кисти было у нас тогда вот мы эти помидорчики сорвали ну а далее более менее дела шли хорошо и вот 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 но практически это у нас такой куст который при входе здесь резкие перепады температур и он быстрее всего реагирует и я по нему слежу что мне нужно давать томата ну а вот томаты все вяжут все растут хорошо созревают сейчас я вам все покажу вот здесь с этой стороны тоже эти на томатики хорошие вот они здесь проблем нету но я снова же подхожу к этому кусту подошла это было позавчера два дня назад сегодня уже знак близнецы в тельце и просматриваю томаты и вот этот же куст у меня как бы важный куст который нам показывает всегда что нужно дать ну вот вторая третья четвертая кисть и вот смотрите что здесь происходит на четвертой кисти уже вот нехватка кальция то есть уже нужно четвертая кисть снова же обрабатывать я вот наблюдаю если вот такие штучки появляются затем будет чернота такая как здесь и помидоры выбрасывать придется поэтому я приняла решение сразу же вечером мы полив был в тельце и мы опрыскивали снова же кальцием то есть две недели проходит у нас в июне получилось две обработки две обработки именно кальцием для того чтобы вот такие помидоры не появлялись а потом вот такие постоянно проводим профилактические вот эти опрыскивания но пока вот те которые далее вот завязываются кстати и плохо завязывается видите вот не было сил кальция не было почему так важен кальций меня попросили рассказать еще раз досконально что такое кальций для чего кальций нашим растениям и почему так важно его использовать давайте более подробно этот вопрос чтобы разобраться в этой теме я вот собрала несколько ваших сообщений вернее выдержек из ваших сообщений размышлений на эту тему вот что о кальций нам пишут наши подписчики может быть каждую неделю опрыскивать кальциевые селитры и помидоры чтобы они уже наелись можно ли заменить кальциевую селитру чем-нибудь другим спрашивают другие наши огородники далее почему с кальцием мы именно с кальция начинаем подкормку еще вопрос почему нельзя смешивать кальций с другими элементами питания но думаю достаточно а теперь давайте вместе разберемся насколько важен и нужен кальций человеческому организму почему я говорю о человеческом организме очень важные кстати моменты и это благодаря нашей подписчице с которой мы общались и она сама медики занимается питанием и она отметила что кальций является очень важным элементом для питания и для нашего всего организма мы и содержим очень много кальция кстати можете в гугле найти эту информацию но для ответа на ваши вопросы мы разберем важную составляющую темы это важная составляющая звучит так вопрос биодоступности кальция а что это такое биодоступность кальция это способность усвоения организмом человека я вот доказательства сейчас вот медицинские доказательства вам приведу чтобы вы поняли что это такое и почему так важно так вот для человека человека рекомендуется всегда с продуктами содержащими кальций продукты использовать с витамином d и аскорбиновой кислотой кальций усваивается костной тканью если в организм поступают продукты содержащие магний и соли фосфора иначе кальций попросту выводится с мочой или откладывается по чуть-чуть как кирпичики маленькие в суставах и почках в виде камней кальцинита вот видите очень краткая информация медицинская мы оказывается содержим много кальция и мы видим что кальций очень важный элемент питания человека ведь этот элемент питания один из наиболее важных химических элементов для нашего тела кальций составляет структурную основу костей и зубов он необходим для нормального свертывания крови для выработки гормонов а также для сокращения мышц кстати вот это очень важный момент недостаток кальция приводит к нарушению роста у детей остеопорозу и судорогам у взрослых а мы с вами то знаем мудрые особенно огородники что эти судороги бывают конечно в определенные периоды но они у нас бывают и вот это как раз результат недостатка кальция в наших телах ну и что это у нас такое получается для человека получается что главное употреблять продукты богатые кальциям нужно вместе с пищей которая помогает усвоению этого элемента это главное правило у нас же что у нас происходит у нас сигнализация о том что не хватает кальция сразу же показывают томаты кабачки вот это сразу мы видим у томатов и кабачков которые чаще всего сигнализирует нам без слов и без медицинской помощи о недостатке кальция своими плодами у томатов вершиной гнилью ну это плоды в первую очередь видим ну и верхняя часть растений не развивается у кабачков гниют плоды они какие-то деформированные и перестают плодоносить вот это такая видимая часть недостатка кальция в отличие от человеческого организма которому рекомендуется с продуктами содержащими кальций принимать одновременно продукты с витамином d аскорбиновой кислотой магнием солями фосфора для растений для наших любимцев в первую очередь томатов кабачков ну и для других овощных растений нужно кальций выдавать отдельно и не смешивать ни с чем другим вот это различие это кальций в человеческий организм поступает и благотворно влияет и полезен с другими продуктами питаниями которые вот содержат тот же магний аскорбиновая кислота витамин d соли фосфора магний вот еще раз магний просто это очень важный элемент питания тоже ну а для растений именно кальций является началом стартом запуском вот этой ракеты которая полетит и далее поможет всем всем другим остальным элементам питания усваиваться и вот все идти по распорядку везде каждая клеточка будет выполнять свои задания поэтому при для растений когда мы смешиваем с кальцием какие-то другие элементы питания особенно калий он вообще полностью блокируют этот элемент питания то мы должны понимать что ни в коем случае мы кальций ничем не смешиваем у кого-то есть кальций кстати одна из наших подписчик написала что покупает жидкий кальций просто так кальций в ампулах 10 миллилитров и тоже разводит 10 литров воды и опрыскивает томаты это сразу же подсказка благодарю наших подписчиков они очень активно участвуют в обсуждении этих вопросов и делятся своим опытом благодарим вас так вот если есть такая возможность я прошлась по нашим аптекам не нашла его мне дали глюканат кальция но я еще не испытывала ну и нет смысла но все равно купила возможно попробую будет время так что если нет кальция органического который у меня есть если нет кальция в аптеке вообще чистый жидкий кальций прекрасный продукт и нет вот этих элементов питания есть кальций в айселитра 10 граммов на 10 литров воды повторяю сразу же пропорцию и опрыскиваем растение а затем мы обязательно уже используем бор а бор это очень тоже кальций и бор они идут рядышком кальцием запустили далее следующий день бор используем бор очень много сейчас удобрений новейших просто пишут бор ищите спрашивайте и вот этот бор на следующий день не совместно используем я пробовала совместно результат мне не понравился эффекта не было поэтому кальций сегодня завтра бор кальций и бор вот в начале они начинают регулировать процессы опыления и углеродный белковый обмен а также стимулирует синтез фото гормонов это очень важно понять и это использовать знание кальций активизирует протекание всех ферментных реакций в клеточке в каждой клеточке повышает подвижность нитратов влияет вот на эти обмены которые у нас я уже называла углеродные азотные обмены растений и вот он нужен сейчас в период активного роста надземных органов но естественно он кстати нужен дальше для развития корневой системы если вы высадили недавно рассаду он тоже нужен там кальций нужен корням и он и кальция должны находиться в свободном состоянии но вот они попадают и там же остается уже в клеточке кальций нужен для образования нуклеиновых кислот на клеточном уровне он принимает участие в построении мембраны то есть все это вот очень нужно для новых частей растений таким образом я попыталась вам сейчас сопоставить и человеческий организм и растение кальций и там и там нужен в человеческом организме нужен в сочетании с другими продуктами другими элементами питания здесь запускается в растениях томатов и кабачков и так далее кстати и садовые растения везде нужен каждый таким образом вот в нынешних климатических сложных погодных условиях нужно проводить опрыскивание подкормку это вне корневая подкормка опрыскиваем по верхней части растений по листьям растений на молодые вот эти побеги на молодые листья на формирующиеся плоды вот эту доставку осуществляем вот кальция чтобы клеточки вот эти новые клеточки растения приняли вот это важный в этот важный элемент питания и тогда клеточки формируются растут идет деление клеток и очень это важно именно в этот период потому что продолжается рост постоянно рост растения я пробовала под корень подкормку раствором кальция и не увидела положительного результата возможно для корней там идет работа но мы вначале то использовали три кальций фосфат и он использовался корневой системы на начальном этапе вот и мы понимаем что здесь если уже теперь вот я вам объяснила что это основа строительства клеточки мембраны клетки в строительстве клеточных стенок если он уже там есть он уже оттуда никак не может появиться как он может из костной системы вдруг выбраться тогда рассыпется все растение понимаете если нехватка кальция к чему может привести то я уже так это утрирую многие огородники возмущаются что льют вот под корень раствор с кальциевой селитрой а вершинная гнель не исчезает это еще одно доказательство того что не работает вот этот элемент питания не переносится его нужно доставлять в нужное место мы должны помнить что кальций не перемещается и не перераспределяется между листьями и другими органами растений этот строительный материал как и наши кости кальций остается там где он изначально уже был задействован и он находится при строительстве клеточных стенок остается в этих клеточках в этих стенках клеточек поэтому после отцветения и уже завязывания парки пару кистей томатов нужно новым вот этим это да высокорослых очень активно нужно нужно в последующем кистем давать новые порции кальция если же у вас большой куст вот есть сортовые большие кусты уже завязались плоды а дальше видите что на следующих кистях формируются еще и еще кисти и там уже появляется вершинная гнель это сигнал не хватает кальция нужно обязательно сразу же приступать к опрыскиванию вне корневой вне корневая подкормка по листьям опрыскиваем расти раствор по листьям ну а потом обязательно после кальция бор и все остальные элементы питания вы мне пишите в своих сообщениях название различных удобрений есть и комплексные удобрения которые имеют вот эти элементы питания далее бор магний калий да можно их использовать и наблюдайте за растениями если этих элементов питания то есть того количества элементов питания которые есть в этих удобрениях недостаточно растение снова будет вам сигнализировать кальций он всегда в отдельности принимается растением а вот остальные элементы питания тоже если бора мало естественно будет сигнализировать дальше вот это движение кальций запустил процесс а дальше приостанавливается я вот наблюдая такую особенность вот мы уже два раза обработали перед тем как кальций вот уже израсходовался листики верхние становятся чуть-чуть они бледнее чем нижние листья и как только вечером провожу опрыскивание по листьям утром захожу мои все листика листики на томатах все снизу доверха становятся вот такие плотно темно зеленого цвета многие думают что это не хватает железа и начинают думая что хлороз железом опрыскивать ни в коем случае всегда помните сейчас такая вот ситуация переход эпохи климатические резкие изменения раньше таких переходов и таких резких изменений температур не было просто кто моего возраста помнит эту ситуацию сейчас совсем другое время и мы должны помогать растениям не только себе ну а растениям чтобы они чувствовали себя здоровыми и формировали хорошие здоровые плоды и в них же есть этот кальций магний и все остальные элементы питания независимо от того как и чем мы обрабатываем наше растение подкармливаем обработка только зелеными удобрениями у нас уже это было приводит только к жированию и плоды становятся совсем невкусными нету ни вкуса ни роста нормального поэтому используйте пожалуйста ищите есть разные удобрения комплексные удобрения только так мы сможем сейчас помочь нашим растениям вот такая тема и мы уже заканчиваем сегодняшний выпуск снова много но я пытаюсь вам объяснить просто и доступно зачем это надо растениям сопоставляю рисую доказываю потому что очень много сегодня начинающих огородников но и у них нет времени доступа к физиологии растений в различных авторов которые изучаются в сельхозинститутах сельхоз вузах различных есть возможность у нас сейчас с вами просто и доступно понять смысл всех подкормок и получить здоровый урожай и самим же быть здоровыми имея весь нужный состав элементов питания ведь все в этом мире состоит из этой прекрасной таблицы менделеева что ж раиса горяченко и александр волик ответили на очередные вопросы ваши о кальции который очень необходим продолжаем подкормочку и мы продолжаем с александром федоровичем наблюдать за этим растение которое у нас является сигнализатором для всего всей теплицы другие растения нормально себе чувствует но это растение первое принимает на себя удары жаркой погоды и резко конечно если прохлада и она сразу же реагирует и нам говорит своим видом давай давай подкармливать нужен кальций нужен кальций вот так прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого-самого доброго крепкого здоровья здоровья вашим родным и близким и благодатной погоды а также хорошего сбалансированного питания вашим растениям и вам в первую очередь пока пока удачи